Мы, созданные по образу и подобию Творца, сами являемся Творцами, чаще всего только своих несчастий. Конец XX века оказался богатым на открытие феноменов человеческого сознания. Но никто из обладателей уникальных способностей не мог передать свой опыт другим. А оказывается, обучать взрослых творить чудеса могут даже дети, как эти две очаровательные Юли, полностью потерявшие зрение. Юлию Светленькую Соколова практически с рождения. То есть, поскольку папа врач, она как родилась, через некоторое время уже было понятно, что там диабет. И мы ее знаем с рождения. Она вот у нас на руках, вот она ослепла. То есть, все же было хорошо, то есть, все было нормально, она видела. То есть, у нее, ну, все было прекрасно. Но мы-то, конечно, знаем, что вот этот врожденный диабет, он приводит к тому, что постепенно люди теряют зрение. Вторичная глаукома – это глаз изнутри распирает. Это боли, которые снять ничем нельзя, потому что вот эти боли в глазу, они сильнее, чем вот зуб болит, чем холецистит или что-то другое. И при такой глаукоме мы глаз должны убирать, то есть, не операцию делать какую-то там, чтобы нормализовать давление, а показано удаление этого глаза, чтобы спасти человека от боли, чтобы избавить его от этого. И вы это сделали? Значит, ну, понимаете, не я конкретно, поскольку я вот, последняя инстанция, кому показывали, то есть, показали одному доктору, пришли и сказали, что да, надо убирать глаз. Пришел ее папа, и я категорически сказал, что убрать, причем завтра же убрать этот глаз, потому что операционный день. И через некоторое время, второй, потому что сначала сказал, что давайте мы ей сразу два глаза уберем, чтобы один раз давать наркоз. А он не согласился. И она говорит, что нет, не надо, не надо. И вот это вот не надо, понимаете, вот я не знаю, откуда нам взялось, вот это не надо. Я говорю, ладно, значит, давайте завтра мы уберем один глаз. И сразу же, на следующий день, все, операционный день, врачи убирают этот глаз. А через буквально тут два дня он узнает, что вот приехала группа Бронникова у нас в санаторий, и нельзя ли ее полечить, хотя она, в общем-то, уже большая, то есть не ребенок, а уже возраст, а за 20. Ну, мы говорим, конечно, пусть папа пойдет. И они ее взяли. Первая основная направленность наша, это помогать больным, инвалидам, которым обычная медицина помочь не может. Потом, что цена, что мы же не используем ни иглоукалывание, ни какие-то массажи, мы ничего не используем, а процесс идет. Потому что и процесс строится, повторяю, на обучение. Если человек, у которого отсутствуют органы зрения, отсутствуют, допустим, где не можно... Ну, слепые. ...быстро как-то восстановить и прочее, то человек получает, так называемый, альтернативный способ видения, видеть мозгом. Вообще, я вам скажу, что самая большая проблема существует у родителей и, наверное, у детей, это потеря интереса, отсутствие цели. Когда ребенок плохо учится, плохо запоминает, не участвует нормально в школьном обучении, ну, никто с ним ничего поделать не может. То есть он какой-то вот, как бы, очень зажатый, какие-то комплексы... ...заторможен, да. И вдруг, когда вот мы перед всей аудиторией вызываем таких детишек, начинаем с ними разговаривать, начинаем обучать, что-то новое совершенно ощущать, что-то по-новому, что-то осознавать. То есть, обучаемый вот тут же, вот на глазах у всех, буквально за короткое время ребенок тут же преобразовывается. Преображается. Да, преображается и возникает у него какая-то внутренняя уверенность. Он как бы, как улитка, выползает из внутреннего этого состояния и начинает вдруг, ну, я даже сказал бы, творить чудеса на глазах. На глазах у тех же удивленных учителей, родителей. И более того, после вот таких упражнений с детьми, когда они начинают совершенно что-то новое осознавать, ощущать, они жаждут с нами общаться, жаждут учиться этому. То есть мы никого не зовем, если ребенок какой-то, допустим, не хочет заниматься, мы ни в коем случае не имеем права заставлять. У нас занимаются только те, кто хотят, более того, не просто хотят, дети рвутся и ждут день, когда будут заниматься. Особенно, я хотел бы повторить, это выражено очень сильно у больных детей. Вот наша сна и вот направленность, это помогать детям-инвалидам с церебральным параличом, с трофией нейромышной системы, слепым. Они получают очень быстро совершенно новые качества, новые возможности. У них открывается колоссальная перспектива, они чувствуют эту перспективу, понимаете. Как тонучий человек ищет за что ухватиться, так же здесь. И он не просто ухватывается, но он видит перспективу. Понимаете, у них концепция немножко, понимаете, другая. Потому что для меня это лечить, понимаете, а у них другое. У них вот это лечение получается вроде как побочный эффект. Вот я это еще не могу понять, поскольку вот я врач уже долго, понимаете, для меня главное, что делать, это лечить. Они говорят, нет, мы должны научить человека, чтобы он сам себя мог исправить, чтобы он мог, ну, конкретно лечить, чтобы он мог не допустить у себя болезни. И вот они ее, ну, с их точки зрения, они ее научили. Мы надели Юлию повязку, хотя при ее полной слепоте в этом не было необходимости. А другой наклонился. И у них разные рубахи по цвету. У того, который наклонился, рубаха красная у меня. А тут у меня четверостишья. Считать его? Да. Если можно. У пети папа-плотник. Она убрала боль. Понимаете, убрала боль. Боли нет. Но это одно. Мы, значит, стали смотреть, потому что я лично и заведующим отделением, которое ее оперировало, мы ждали, что глаз порвется, понимаете, порвется. Потому что с одной стороны началась стафилома, с другой стафилома, и все. И они к нам ходили на занятия. Вот. Я, конечно, смотрел, как это все идет. Вот. Но, значит, тот опыт, который вот у меня за 33 года, я понимал, что наступит состояние, когда глаз порвется, и мы вынуждены его убрать. Понимаете, то есть вот, вот эта вот ортодоксальная наша медицина, вот как меня научили, то есть вот я считаю, что это будет вот так. И оно так не случилось. Понимаете, это на моих глазах. Я видел, что вот, понимаете, глаз. А потом он начинает нормализоваться. Видите, у него уходят вот эти вот выпячивания, вот эти стафиломы, они уходят. Давление нормализуется, потому что я могу понять, что значит снять боль. Я могу сделать анестезию, и боли не будет. Но давление останется, действие анестетика пройдет, и опять это будет боль. А у нее давление начало падать. Видите, давление. Она начала снижать себе давление. У нее сейчас давление нормальное, абсолютно нормальное давление. Понимаете, вот в это мне трудно поверить. Потому что такая лоукома, ну там изменение в углу передней камеры, внутри, оно не может нормализоваться. Понимаете, не может, то есть этого быть не может. Но я своими руками смотрю, что давление у нее нормальное, что глаз мягкий. Я ее показываю другому доктору. Посмотрите, где-то перфорация, он где-то порвался. Мы просто не видим. Смотрим же со всех сторон, но нет уже его, да, нет. То есть он не порвался, глаз нормальный, причем он хорошо выглядит, глаз. И вот у меня теперь это вот внутри, вот так и есть. Ведь это же я сказал правый убрать. И вот теперь у нее правый глаз протез, а левый, это ее глаз. Понимаете, причем он, ну, почти нормальный глаз. Представьте, ребенок еще маленький, еще плохо ориентирован в жизни. И вдруг он получает какие-то новые ориентиры, новое осознание. То есть, возможно, как раз происходит помощь ребенку в осознании и нахождении самого себя. То есть, благодаря наших таких общений и занятий, занятий, которые строятся чисто на обучении, действительно начинает пробиваться личность. Осознавать себя, скорее, так, да? Да, да. Вот через осознание себя проявляется личность. А в чем заключается принцип методики? Чему вы, собственно, обучаете? Очень простые упражнения, которые учат наш организм включать определенные, плохо развитые функции. В обычных упражнениях, в игровом моменте дети или взрослые приобретают совершенно, ну, как бы, с одной стороны, несвойственные способности. Например, чувствовать энергию в своих руках. Многие сейчас, в принципе, владеют этим, ощущают там какую-то энергию, обращаются с ней. Как развивать подсознательную функцию, каждый знает из вас. Нужно качать мышцы, там, заниматься различными упражнениями. Как развивать свое сознание, мало кто знает. А как развивать сверхсознательную функцию, почти никто не знает. Но, сталкиваясь с различными, общаясь с различными учеными, врачами, эти специалисты, даже в области психиатрии, даже не знают, что такое сверхсознательная функция. К великому сожалению. Ну, в двух словах хотя бы, как вы используете ее? Знаем мы о ней или не знаем, но мы часто пользуемся, допустим, мы про интуицию ничего не знаем, но мы используем ее в своей жизни. А как используете вы сверхсознательную функцию? Значит, во-первых, мне необходимо сказать, что за сверхсознательную функцию в нашем организме отвечает правое полушарие мозга. То есть правое полушарие мозга отвечает за нашу чувствительность, за органы чувств, за абстрактное восприятие. То есть это часть мозга, которая работает непосредственно с информацией. А переработкой информации занимается левое полушарие мозга. То есть то, что отвечает за логическое мышление. Эти зрячие дети, обученные Бронниковым, одинаково свободно играют в шахматы с открытыми глазами и с завязанными. Если у обычного человека работает 3-4% нервных клеток, коры главного мозга, то что можно сказать? Можно ли приблизительно хотя бы сказать, сколько включает Володя? Ну, Володя, конечно, включает, судя по этим данным, он включает 80%, не меньше. Потому что мы видим, что здесь активация идет мощная просто. Мощная активация. И вот это вот состояние, которое наблюдается в процессе вот этой деятельности, в процессе ясновения, это ребенок читает с закрытыми глазами текст. Когда кандидат прожил такой жизнью достаточно продолжительное время, чтобы остановился поток духовной энергии. Речь идет об управлении мозговыми процессами. Это самое ценное, что только есть у Бронникова. Что это не просто так вот спонтанно возникающий процесс, это процесс управляемый. Так выглядит томограмма мозга обычного человека в процессе творчества. Красное – это активные зоны. Желтые – это беспорядочное мышление. Трудно дается творчество. Это томограмма ученика Бронникова. Вы видите, что почти все клетки мозга включены в творческий процесс. Они красного цвета. А это его же томограмма в состоянии покоя. Желтый фон отсутствует, то есть нет беспорядочного мышления. Он контролирует свои мысли и слышит голос безмолвия. Для чистоты этого эксперимента были приглашены две девочки из обычного детского сада. Как вы видели, подсмотреть тяжело. Там у нас прокладочки дополнительные есть. Так, девочки, вам что-нибудь видно? Мне вот так вот открывать, если так. А открывать? Ну а зачем открывать, если так открывать? А мы открывать не будем. А так видно что-нибудь, нет? Так и нет. Хорошо. Но все равно вы постараетесь, девочки, походить, постараетесь походить, поискать шахматные фигурки. Все, начали. И Андрей. Вот обратите внимание, реакция. Обратите внимание, что происходит. Вот конкретно вам сравнение. Пусть ребенок подсматривает. Это все, что им досталось. Видите, он обходит их и так далее. Андрей, поделись фигурками с девочкой в светлом платье. Вот видите, он сразу нашел. Дает конкретно. Помнится. Видите, ей тоже досталось. Да. Да, теперь другой девочке дай. Вот видите, он свободно оперирует. Вот таким же образом слепые дети вполне могут существовать по отношению к незрящему человеку обычному. Так, поставь на окно. Так вот, ваши дети, в основном, находясь в школе, они имеют обесточенный мозг, как бы голодный мозг. И он ведет себя аналогично голодному человеку. Стоит только ему помочь, как бы, обеспечить этим энергообменом головной мозг, активизировать эту функциональную систему. Это наглядно видно на различных лабораторных обследованиях. Человек тут же преобразуется. Он совершенно начинает вести себя иначе. Он перестает болеть. Он хорошо запоминает. У него возникает потребность к творчеству. Тут же на глазах буквально за короткие, за небольшое количество занятий. И как результат всему этому появление феноменальных способностей. Более того, если ребенок имеет обесточенный головной мозг, что имеют многие дети в школах, они... А в чем это выражается? В поведении. То есть они нервные, они плохо усваивают уроки. Значит, они не заинтересованы учиться. Болеют часто. Ну, масса таких примеров есть, которые вы знаете прекрасно. Вы знаете, что в школу приходит один процент, допустим, какой-то процент больных детей, а выходит до 85%. Почему? Потому что мы развиваем, в основном, незащитные функции у ребенка. Не разжигаем огонь души, а заливаем неподнят такой информацией, которая может в жизни не пригодиться вообще. Я сам это прошел. Кстати, вот я хотел бы сказать о принципе, который мы используем. Если все лечат кругом, мы учим не болеть. Принцип совершенно другой. Сейчас просто на нас тут подходит, вступает совершенно новое время, новых явлений, новых осознаний. Есть такое тайное понятие философское, как время перемещать камни. Сейчас пересмотр ценностей идет. То есть должен быть совершенно новый подход. Вот мы предлагаем совершенно новый подход. То есть обучать людей не болеть. Более того, обучение строится таким образом, что ребенок обучает ребенка. Не взрослый, мы только в роли режиссеров. А дети обучают один другого. Они постоянно нарабатывают позицию учителя и ученика. А сколько вы у них занимались? Сколько вы занимались? Значит, я у них занимался сентября месяца. Полгода? Полгода. Да, полгода. И продолжаете заниматься? Вот, да. А кто вас учил? Вот, Вячеслав Михайлович учил. Ну, представляете, молодая женщина. 45 лет. И теряет зрение, она один глаз. У нас в Конакое, в районе. Значит, ее показывают мне. Почему? Потому что, значит, я последняя инстанция, чтобы я в истории болезни, значит, написал, что с лечением согласен, значит, вот так вот так. Ну, значит, показывают, что вот видите, вот, светоощущение. Ну, что поделаешь, значит, не всегда мы можем. Значит, вот я ее посмотрел, говорю, хорошо, дайте мне. Ну, пожалуйста. Значит, после первого сеанса эта женщина начала видеть шесть строчек. Понимаете, я этого не забуду, конечно, никогда. Потому что шесть строчек из слепоты. То есть вы переработаете не столько ножом, сколько энергией. Ну, понимаете, у меня появилось ощущение вот этой энергии. Появилось ощущение. Причем, значит, ну, как, ну, были там, конечно, занятия, там, допустим, перемещение своих ощущений. Я понимаю, что, значит, свои ощущения. Да, то есть я перемещаю свои ощущения. Это у меня, значит, полностью вкладывается в голове. Но вот когда у меня появилось ощущение энергии, то есть я знаю, что я ее могу туда направить. Юля, она, она может поставить диагноз. Своими словами. Значит... Ну, там есть снимки, то есть у нас все. Там перелом орбиты и сдавление зрительного нерва. Значит, они не поставили по своим снимкам. Значит, посмотрела Юля. Она сказала, что у нее вот имеется перелом орбиты, вот там-то, вот у нее перелом там-то, вот у нее зрительный нерв цел, но там сдавлены сосуды, вот так-то. То есть все то, что мы видим. А мы потом сделали компьютер. Ну, есть еще, знаете, компьютерная томография, где там через миллиметр снимают. Почему я это сняли? Там действительно перелом. Значит, и перелом орбиты. Ее диагноз подтвердился. Ее диагноз подтвердился, понимаете? Вот, и ее диагноз подтвердился. Ну, вот я могу, например, свое давление глазное снижать, заходить спутником в органы, просматривать свои органы, контролировать свое самочувствие. Вот так. А как видеть? Вижу я, знаете, вот сначала я не верила в это, теперь вот вижу. Ну, эта методика тебе что-то еще дала, кроме надежды? Дала смысл жизни. Я учусь в университете, и раньше после, скажем, четыре пары отсидишь, я очень уставала. А сейчас я четыре пары сижу свободно, потом еще могу прийти домой, заниматься вот упражнениями всеми. Что, в чем заключалась помощь методики, которой ты овладела? В чем методика сама заключается? Что ты делаешь? Я учусь видеть мозг. А с энергетикой ты работаешь? Да. Ну, ты как раз скажи. Просто для того, чтобы видеть мозгом, необходим определенный уровень энергетики, который должен поддерживаться в организме, чтобы вот эта работа проходила нормально. В связи с этой системой я узнала очень много нового, что было для меня практически закрыто, но всегда было мне очень интересно. Это что? Это вот именно вот эта вот энергетика, эти высшие существа, которые вот у каждого человека есть какой-то гений, есть компьютер, есть учитель. То есть вот то, что выше нас, то, что обычный человек имеет, но не знает о том, что он это имеет и не может этим пользоваться. А в принципе, этим мог бы пользоваться каждый человек. И тогда у него открылись бы гораздо более большие возможности, чем он имеет. Больше усилий, больше занятий. И нужно время, конечно. Потому что, скажем, с полной слепоты сразу же увидеть что-то, это же невозможно. А вот постепенным занятием это все. Я уверена, что я буду видеть. Знаете, вот сейчас как-то я стал вот к этим стереотипам относиться как-то по-другому. Понимаете, у меня даже создается впечатление, что вот, может быть, так сказать, я не то делал. То есть надо было вот мне, когда я был моложе, вот научиться вот так. И тогда бы я, может быть, мог больше сделать. А у человека существует ряд определенных центров в организме, которые, развивая, человек приобретает колоссальные способности. Их нужно знать, научиться ощущать, осознавать и управлять. Я, например, никогда не устаю. Если у некоторых людей плохо развита энергетика, энергообмен глаз, многие сидят в очках, значит, с трудом смотрят. Я могу смотреть на литросварку час, два, сутки, трое суток. У меня развит энергообмен. Я специально тренировал много чего, понимаете. То есть существует много всяких явлений, о которых люди просто знать не знают. К великому сожалению. Химик, он в лаборатории занимался, проводил всякие эксперименты. Приходил домой, включал это в свое видение и продолжал вести эксперименты дальше вот именно таким-то образом. И даже у него эффект лабораторной такой деятельности без лаборатории был гораздо лучше, чем в лаборатории. Более того, он владел такой способностью, что он там жил на каком-то острове. Газеты приходили только через неделю, а тогда еще не было телевидения и прочее. Не было связи. И у него близкие, его всегда сидя утром за столом, завтракали, спрашивали, какие новости в мире. И он благодаря этой способности говорил, что произошли такие крушения, какие-то события. А потом через неделю они узнавали, что действительно это все происходило. То есть, понимаете... Достоверный факт. Да. Это достоверный факт. Желтого человека. Да. Более того, я бы сейчас так сказал, что естественным отбором сейчас среди людей является информация, которая влияет на человека. И от человека зависит, способен он воспринять новую информацию или не способен. Сейчас совершенно новое время, новые идут явления. И человеку важно уметь быстро пересматривать ценности. При этом шире смотреть и осознавать те явления, которые происходят. Потому что в среде Маугли порождается Маугли. В обычной среде обычный человек. А в суперсреде супер. Суперчеловек. Вспомните лицей Пушкина. Какие там уникальные вышли люди. Не станут ли ваши дети, питомцы, так сказать, первыми обучившиеся, не станут ли они этакими суперменами, которые смогут использовать свои уникальные способности, видеть сквозь стену, видеть затылком. То есть супер возможности для того, чтобы использовать это в личных корыстных целях или для кого-то. Во зло. Сейчас я объясню. Дело в том, что то, что мы даем обучение, пока мы даем только три ступени. Это умение развить свою энергетику, развить внутреннее видение, а затем развить видение и другие качества уже во внешнем пространстве. Альтернативные способы. Это абсолютно безопасные способности. И человек обладевает только тем, чему мы научим. То есть у нас система четкого тиражирования способностей. И поэтому это совершенно безопасно. Если мы человека не научили видеть сквозь стену, он никогда не научится видеть сквозь стену. Более того... Но такая же перспектива у вас есть? Перспектива есть огромнейшая. Третья, четвертая ступень обучения как раз и включает в себя именно это. Да, я вот сейчас скажу. Четвертая ступень – это развитие уже уникальных колоссальных способностей, которые даже фантасты вряд ли способны представить. Но дальнейшие обучения идутся только в коллективе, при котором один человек отвечает за жизнь, развитие и здоровье другого человека. То есть в такой обстановке развития у нас лидером является среда, а не человек. Сегодня вы познакомились с возможностями, которые дает человеку только первая ступень Метода Д. Этот опыт, раскрытие новых возможностей, до сих пор был доступен только посвященным. Мы живем в уникальное время формирования нового человечества. И перед каждым из нас открываются невиданные перспективы. Но они потребуют личной устремленности и большого труда.